Так, звук отказался включен с моей стороны. Мы с вами начали распадать теорию Манютер, и предварительно посмотрели принцип неименьшего действия, а затем начали одну из теорем, которая выражает собой закон сохранения энергии. То есть напомню общий принцип теории Манютер в том, что если есть какая-то непрерывная симметрия в системе, непрерывная симметрия в системе, то этой симметрии соответствует какой-либо закон сохранения, ну какой именно, надо анализировать и устанавливать, хотя можно вывести три максимально общих закона сохранения, сохранение энергии импульса и момента импульса, которые универсальны для любых систем. Универсальны для любых систем, если в них, конечно, выполняются условия однородности по времени, по пространству, либо условия изотропности пространства. И мы рассмотрели теорему Манютер о законе сохранения энергии, предполагая, что у нас есть однородность по времени, то есть сдвиг по времени не меняет свой системы, то тогда у нас действительно сохраняется некоторая величина, вот взятая в квадратную рамку, и можно убедиться в том, что эта величина действительно на самом деле является энергией, является полной энергией, хотя бы даже на простом примере одномерной системы она оказывается именно с суммой кинетической и потенциальной энергии. Так, 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 так. То есть примером такой системы может являться, ну, система, в которой выполняется закон сохранения энергии, может являться, например, тот же самый банально математический маятник, который мы... Ну, все системы, которые мы пока мучили на занятиях, вообще все, кроме одной, они у нас подчиняются закону сохранения энергии на самом деле. Все те системы, которые мы рассматривали, кроме той, где у нас были колебания, ведь плоскости вверх-вниз, и по этой плоскости бегал шарик. Вот в этой системе энергия не сохраняется, потому что моменты времени разные здесь неравноправны. Из-за того, что в один момент времени плоскость находится выше, в другой ниже, из-за этого, получается, меняется, Z-координата, и функция лаганжа для того шарика, который скользит по плоскости, она будет явно зависеть от времени, это приведет к тому, что закон сохранения энергии в этой системе выполняться не будет. Или, например, маятник, сколеблющийся с точки подвеса, у которого точки подвеса совершают колебания, да неважно, критикальные, горизонтальные, в этой системе, получается, за счет вот этих колебаний происходит накачка энергии извне, извне, в маятник. Мы не рассматриваем причину таких задач обычно, мы говорим о том, что, да, вот есть такой механизм, простите, есть механизм накачки энергии. Давайте теперь посмотрим другие теории монетер, две основные теории монетер, еще связанные с однородностью пространства и изотропностью пространства. Первый случай был самый простой, в общем-то, про однородность времени, про однородность времени. Теперь давайте получим, так как это заголовок, закон сохранения энергии, значит, давайте получим теперь закон сохранения импульса. Получим закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии сводился к тому, что время однородно, теперь будем считать, что у нас однородное пространство. Будем считать, что пространство однородное. Что в нем нет выделенных точек. Получается, бесконечно нет никаких стенок, в которых эта система могла бы упереться при перемещении. Или хотя бы локально на каком-то этапе, на каком-то масштабе, на масштабе лабораторного стола, где мы проводим какие-нибудь испытания с системой, у нас эта однородность выполняется. То есть не обязательно говорить о том, что все-все-все пространство должно быть однородно. На самом деле можно считать, что оно где-то в локальной области однородное. Что это означает? Что это означает с точки зрения математики? Пространство однородное означает нет выделенных точек. Нет выделенных точек это физически. На уровне математики это означает вариантность, неизменность системы при параллельном переносе. Сейчас напишу все эти длинные страшные слова. Инвариантность. Инвариантность к параллельному переносу. Инвариантность к параллельному переносу. То есть берем мы нашу систему, берем мы нашу систему, и все векторы, все векторы точек, ну в общем говоря, вот у нас какая-то наша абстрактная система с кучей разных тел. Вот у нее R, I, T, I, T точка. Вот из начала координат выходит. И мы всю систему как целая, ну, я сейчас, конечно, точно такую же кривульку, наверное, не нарисую, надо было куклу рисовать. Всю систему перемещаем на какой-то вектор эпсилона. Я, конечно, здесь сильно преувеличил размер картинки. Сильно преувеличил размер картинки. Вот это у нас получилось R, I, T плюс эпсилон. Плюс эпсилон. Вот. Мы всю систему передвигаем как целая, не меняя относительного положения частей. Или передвигаем систему координат относительно системы без поворотов и вращений. И смотрим, что у нас при этом произойдет в системе. То есть параллельный перенос у нас задается заменой координат на координаты смещенные. При этом эпсилон это постоянная величина, одинаковая для всех частиц системы. Эпсилон одинаково. А ладно, одинаковый вектор для всех частиц системы. Одинаковый вектор для всех частиц системы. Для всех частиц. Что у нас тогда стоит при этом произойдет с функцией лагранжа? Мы должны предположить, что у нас однородность пространства означает, что при переносе функция лагранжа не должна измениться. При переносе L не должна измениться. Это будет означать как раз инвариантность параллельного переноса. Будет означать, что пространство у нас однородное. Потому что если у нас действительно где-нибудь посерединке есть какая-то стенка, и мы передвигаем облако молекул газа так, что у нас она упирается в эту стенку, оно в итоге все об нее расплющится, и там однородной симпространции никакой не будет. Мы предполагаем, что при переносе функции лагранжа у нас не изменяется. Ну и будем для удобства выберем функцию лагранжа в обычных координатах, а не в обобщенных, чтобы было видно, что у нас получается за величина. То есть запишем L в декартовых, скажем так, в декартовых координатах, ну или можно по-другому сказать. В общем, я имею в виду декартовые в том смысле, что не обобщенные. В том смысле, что не обобщенные, хотя понятно, конечно, цилиндрические, сферические тоже могут быть. На самом деле, но для декартовых здесь удобнее, с ними все однозначно получится. Предполагаем, что у нас функция лагранжа зависит от... Ой, Виктор написал. Функция лагранжа – это скорее, конечно. Предполагаем, что она зависит у нас от всех положений частиц, от всех положений всех частиц и от всех скоростей. В, 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 В. Причем формально она еще от времени при этом тоже может зависеть. От времени формально тоже может зависеть, потому что при параллельном переносе время никак не меняется и с ним ничего не произойдет. Получается, скажем, от обобщенных перешли обратно к привычным координатам от обобщенных. Обратно. Я вот не знаю, как честно, по-хорошему назвать. От обобщенных переходим обратно в обычные координаты. Это как-то. Ну и что мы хотим сделать? Мы хотим сделать, чтобы у нас функция лагранжа не изменилась при переносе на эпсилон. Если мы все векторы изменяем на эпсилон, все-все-все векторы изменяем на эпсилон, все изменим и изменяем на эпсилон. И функция лагранжа при этом должна не измениться сама. Мы тогда можем ввести вариацию функции лагранжа, ну или дифференциал функции лагранжа, кому как привычнее. Это, конечно, будет именно вариация с точки зрения математической, хотя уровни записи внешней, уровни того, что происходит, не очень очевидно. Раз функция лагранжа не изменяется при переносе на эпсилон, мы можем записать вот такое выражение. Сумма всех частных производных по отдельным радиусом вектора, то есть сумма радиентов функции лагранжа, скалярно умноженная на величину параллельного переноса, на величину параллельного переноса, которая у нас равна эпсилон. Это вот у нас равно эпсилон. Должна быть равна нулю. Вот это означает неизменность функции лагранжа. Это получается условие, это условие неизменности, условие неизменности лагранжа. Поскольку эпсилон это константы, мы можем его, ну, мы вольны его вытащить за знак суммы, за знак суммы. Вынесем его за знак суммы. Давайте вот так вот отчерчу кусочек, чтобы формулы не перекрывались. Вот давайте мы вынесем этот самый эпсилон за знак суммы. У нас с одной стороны дельта L равно нулю. Мы можем записать его вот таким образом. Скалярное произведение, эпсилон на сумму градиента L по отдельным координатам R и T. Если бы у нас были произвольные смещения точек всех разных, то у нас это не был бы параллельный перенос, мы бы так сделать не смогли. И закон сохранения мы бы, ну, в общем случае не написали. Возможно, можно было бы придумать какой-то набор смещения дельта R, но, увы, этого нам недостаточно. Для того, чтобы, ну, этого будет недостаточно для того, чтобы записать общий какой-то закон сохранения. В отличие вот от закона сохранения, который мы описываем сейчас. Что мы можем сделать с этим выражением? Как можем его прогнозовать? Мы можем здесь применить уравнение Лагранжа. Мы можем применить уравнение Лагранжа. Мы знаем, что у нас DL по DQ минус D по DT, DL по DQ с точкой равно нулю. Вот я здесь, как комментарий к нижней формуле напишу. Просто неохота писать сюда. Это означает, что мы можем производить, ну, у нас вот это вот выражение, оно универсальное, не только для обобщенных Рената, но для Декартовых тоже работает. Особенно, если мы возьмем и все Декартовых, все векторы расщепим на компоненты, разделим на отдельные компоненты x и xz и будем с ними работать как с независимыми отдельными переменами, не образующими векторы. Здесь просто запись через векторы, она очевидно удобна. Мы можем записать уравнение Лагранжа точно так же через Декартовые координаты. И мы в нем можем записать в итоге, поскольку у нас есть, практически в нем есть равенство производных, равенство первого-второго слагаемого, поскольку одно минус другое равно нулю. мы имеем право написать вот такую вот величину. Сумма по i, d по dt, от dl по d, v и t. Получается градиент тоже, но по скоростям. Это как бы вектор градиента, но производная по vx, v, y, p, z. То есть и то, и другое. Это у нас операция градиента, взятая просто по соответствующим переменам. И это у нас равно нулю. Это у нас равно нулю. Соответственно, мы можем поменять местами знак суммы и производную по времени, потому что точки у нас не изменяются, у нас не меняется их число в системе. Это означает, что у нас d по dt от суммы dl по d, v и t равно нулю. Или это означает, что у нас сохраняется величина под знаком суммы. Вернее, вся сумма сохраняется. Вот здесь, получается, сохраняется величина сумма по i, dl по d, v и t. Ой, что ж, я не там пишу. Если мы внимательно посмотрим на структуру этой величины, на то, что она собой представляет, мы увидим, что это импульс. Это импульс. Если мы возьмем, например, кинетическую энергию точки mv квадрат пополам, продифференцируем ее по скорости, мы увидим, что вот это вот сумма импульсов. Это будет p1 плюс p2 плюс и так далее. pn. Ой, сильнее, как тормозит. Равно, получается, полному импульсу системы. Полный импульс системы. Полный импульс системы. Если какие-то перебои будут со звуком видео, тоже, пожалуйста, сообщайте. Это что-то мне действительно не нравится, как мне сегодня ноутбук шушит. Вот такое ощущение, что будто обновление качают. Судя по степени загрузки. Вот, у нас, получается, сохраняется, если у нас пространство однородно, то сохраняется полный импульс системы. Если однородное пространство, полный импульс остается неизменным. Вот один из базовых законов сохранения. И, скажем так, причина следствия здесь, что однородное пространство дает нам сохранение импульса. Дает нам сохранение импульса. Нету особых точек, нету каких-то особых стенок, координат. И все у нас получается в этом плане хорошо. Вот. Можно этот закон немножечко записать в отдельном частном случае. Можно записать в отдельном частном случае закон сохранения импульса. Давайте перейдем в следующий слайд. Если у нас L не зависит от какой-то одной общенной координаты, в частном случае. В частном случае. Вот до этого у нас была инвариантность к параллельному переносу, и L зависела от координат. В частном случае наиболее простой, что L у нас зависит только от какой-то... Наоборот, зависит от всех координат, кроме одной. От житой координаты она не зависит. Так. Qn. Q с точкой. Время. То есть, получается, не зависит от Q житая. К чему это приведет? Если мы подставим уравнение Лагранжа, для житой координаты запишем уравнение Лагранжа для житой переменной, для житой координаты, что у нас получится? У нас получается, с одной стороны, DL, D по DT, DL по DQ, житая с точкой. От скорости зависит. То есть, здесь вот в Q item, здесь сидят все скорости, а от координаты не зависит. У нас тогда получается, так, DL по DQ, с одной стороны, уравнение Лагранжа это 0, но мы говорим, что функция Лагранжа не зависит от какой-то координаты. Это означает, что вот этого координатора, вот эта производная равна 0. Вот эта производная равна 0 за счет того, что не зависит от этой величины. И тогда мы получаем, что у нас сохраняется производная по Q с точкой, сохраняется. DL по DQ, житая с точкой. Это обобщенный импульс системы. Обобщенный импульс, он может быть, ну, он может иметь разные, в общем-то, характеристики, разные размерности. Это может быть, это может быть конституционный момент импульса, в частности. Если мы говорим про вращательные движения, там, про маятники, это может быть компонента одна импульса. Если у нас, например, система движется, ну, вот простой пример, который можно провести, простой пример, который можно провести от движения, как бы сказать, ну, вот там. Простой пример – это движение грузика по стержню, движение грузика по стержню, вдоль оси, ну, вдоль которого мы направили ось X. за которую мы направили ось x. Здесь получается у нас функция Лакранжа, без трения есть. Одномерное движение, одномерное движение фактически. Если мы введем систему координат полноценную трехмерную, мы все равно увидим, что у нас вдоль оси y и вдоль оси z у нас плохой пример. Плохой пример, тоже сохранение есть. Повторим поисковым нулем, вдоль или куриц. Очень плохой пример. Так, 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 так. Как бы это сделать? Ну давайте, ладно, пусть он рассказать, хорошо. Неодномерное движение, так и быть. Получше давать систему. Не очень удачный пример привел. Вот у нас какая-то плоскость, которая создает поле силовое. Я этот пример хотел чуть позже рассказать. Видим, придется сейчас. Вот получается плоскость создает какое-то силовое поле. Например, заряженная плоскость у нас эрбрически зарядка. Создает силовое поле вдоль оси z. Вдоль оси z направлено. То есть у нас на этот грузик будет действовать, ну, движется он не только по оси x, движется в какой-то произвольной координате. Неодномерное движение движется как угодно. Неважно, как вы. Что у нас получается? Если мы смещаем этот грузик вдоль оси x и вдоль оси y, то у нас ничего не меняется. Плоскость бесконечная однородная. Бесконечная плоскость. Забыл прокомментировать. Забыл добавить, что плоскость бесконечная плоскость. Не просто там, не знаю, какая-нибудь пластиночка маленького размера, а бесконечная плоскость. Если мы смещаемся вдоль y или вдоль z, смещение вдоль y или вдоль x по x или y не изменяет нам практически состояние системы. Не изменяет свойства системы. То есть у нас не меняется потенциальная энергия, не меняются силы, которые действуют на этот самый грузик. И если мы будем писать потенциальную энергию, то она зависит только от z. Только от z. Здесь получается потенциальная энергия зависит только от z-координаты и не зависит от x и y. Кинетическая энергия, понятно, зависит от всего. Кинетическая энергия зависит и от x с точкой, и от y с точкой, и от z с точкой. Она всегда потому, что такая более общая, она содержит в себе все координаты. Отсюда следует, что у нас функция Лагранжа зависит формально только от z. И по x и по y у нас зависимости нет у нее. DL по dx будет равно 0. DL по dx будет равно 0. Вот как раз тот самый случай, что у нас функция не зависит от какой-то координаты. В данном случае даже от двух. От двух стрел. И из этого мы можем сделать вывод, что, ну, подставив уравнение Лагранжа, мы можем сделать вывод, что у нас сохраняется, оказывается, px и py. Сохраняются две компоненты импульса из трех. Компоненты вдоль z сохраняться не обязаны, потому что вдоль z у нас действует силовое поле. Так сохраняются две компоненты импульса. То есть здесь получается такая задача, в которой сохраняется не весь импульс, не весь, а вот только две его компоненты. Две компоненты. Можно придумать какую-нибудь технологичную задачу, в которой тоже будет выполняться подобное свойство. Но вот в целом как-то какой-то такой достаточно простой пример. Максимально простой пример, который можно было, наверное, придумать, что действительно у нас смещение вдоль оси z, оно нам будет менять импульс частицы, потому что будет меняться потенциальная, ну, меняется потенциальная энергия, значит, действует сила. У нас есть градиент потенциальной энергии, dup, dz, не равное нулю. И в то же время получается есть ну, движение по x и по y, оно оказывается у нас, ну, по сути, подчиняется первому закону Ньютона, который выполняется для этих координат. Сохраняются две компоненты импульса, а третья pz, она здесь не сохраняется в этой системе. Вот еще, так вот, как термин, забыл сразу сходу сказать, вот эта вот величина кужита, так, получается, переменная, от которой не зависит функция лоранжа, вот здесь напишу, как комментарий терминологический такой. То есть переменная, а нет, переменная, координата. Вообще-то, да, именно координата, не скорость, а координата. Так, извините за подчеркание. Координата, от которой л не зависит, не зависит, она называется циклической. Называется циклической. Ну, связано это с тем, что, условно говоря, если мы будем какую-нибудь систему вращать в руку оси, и у нас будет с шаром 2π повторяться свойства системы, то значит, у нас вот прошел один цикл, ничего не поменялось. Вот такое обобщение термина было предложено, давно исторически, и распространилось на все координаты, а не только на те, по которым у нас есть периодичность. Такая координата называется циклической. Получается, у нас, можно с общими словами сказать, что вдоль циклической координаты сохраняется обобщенный импульс. Независимо от того, какая природа этой координаты, независимо от ее свойств, у нас сохраняется обобщенный импульс, привязанный к этой координате. То есть, это может быть и докартовая координата, может быть угловая переменная, и всякое-всякое. Хотя вдоль угловой там еще, ну, вдоль угловой, получается, будет сохраняться момент импульса, но в смысле он тоже будет обобщенным импульсом системы. Вот. Такие слова про однородность пространства и однородность пространства в частном случае. То есть, если у нас в общем случае пространство однородно, то тогда мы можем сказать, что у нас глобально сохраняется импульс системы. Если у нас однородное пространство, то импульс системы сохраняется в общем случае всегда. Если у нас есть однородность вдоль какой-то одной координаты, вдоль какой-то одной координаты, то сохраняется импульс вдоль этой координаты. Вдоль этой координаты. Причем это независимо, если у нас есть однородность по двум координатам, по х и у, как на этом рисунке, тогда у нас сохраняются две компоненты импульса. Можно задачу в любом случае обобщить и проанализировать для любого количества циклических координат. Вот такие вот слова по теореме Ньютер о сохранении импульса, об однородности пространства. И давайте теперь перейдем к понятию проблеме изотропности пространства, к тому, что нам дает изотропность пространства. Немножко посложнее, может быть, будут выкладки сейчас, потому что надо будет вспомнить векторное произведение и даже смешанное произведение один раз. Закон сохранения момента импульса. Закон сохранения момента импульса – это получается такая вот третья из терем Ньютер, которые обычно рассматриваются в курсе теоремеха. Хотя, опять же, у нас общее свойство, теория Монетер – это общее математическое соотношение. Мы можем для любой симметрии, которая в системе присутствует, записать какой-то закон сохранения. Не только вот эти три, но эти три просто они наиболее фундаментальны. Энергия импульса, момент импульса. По отдельности, конечно… Ну, по отдельности мы написали на предыдущем слайде про циклические координаты. А так, в общем случае, в физике можно придумать еще другие законы сохранения, основываясь тоже на каких-то непрерывных симметриях системы. Итак, давайте… Что мы будем делать с системой? Мы будем поворачивать систему на какой-то малый угол. То есть у нас идея в том, что предполагается, что должна быть инвариантность к поворотам. Инвариантность к поворотам. Поворотам. Или другими словами означает изотропность пространства. У нас нет выдлинных направлений. Нет выдлинных направлений. Вот, в частности, например, в предыдущей задаче у нас было выделено направление Z. Вот на этой картинке у нас направление Z выделено, потому что вдоль него действует сила. Вдоль него действует сила, и поэтому здесь, получается, полной изотропности пространства нет. Есть только изотропность по осям X и Y. А полной трехмерной изотропности здесь нет. У нас с вами в нашем повседневном, скажем так, окружении тоже изотропности пространства нету, потому что у нас есть сила тяжести. Если ее нет, у нас получается полная трехмерная изотропность. В общем же случае, получается, нужно внимательно смотреть и анализировать, вдоль какой оси у нас имеется изотропность. А так давайте рассмотрим. Вот у нас, получается, вот у нас был радиус вектор какой-то точки. Вот радиус вектор R и T. Что-то из стрелочки рисовать нечего. Что-то такое. А, плохо. Не нравится мне такая стрелочка. О, нормально получилось. Что такое? Вот у нас есть вектор R и T, и мы его поворачиваем, поворачиваем на какой-то угол. И, по сути, мы такое действие делаем со всеми векторами системы. Со всеми векторами системы повернем на какой-то угол. Пусть будет угол дельта альфа. Пусть будет угол дельта альфа. Малая величина. Малая величина. То есть мы R и T повернули на угол дельта альфа. И при этом мы предполагаем, что у нас ничего не поменялось. L при этом не изменилось. Не меняется. Все точки системы. До всех точек системы. Получается, мы всю систему в пространстве взяли и повернули как целое. И у нас при этом функция Лагранжа не изменилась. Мы знаем, что этого изменения никакого не произошло. У нас видно, что при повороте возникает некоторое превращение вектора R и T. Вектора R и T. Пусть будет здесь R и T со штрихом. Вот новые векторы. Они все равно. Векторы разные. Векторы разные. У них одинаковые модули. У нас модуль R и T. Штрих. И модуль R и T. Они равны. Но сами векторы друг другу, естественно, не равны. У них разные компоненты. У нас возникает вектор превращения. Дельта R и T. Его можно записать следующим образом. Дельта R и T может быть записан как что? Он может быть записан вот таким вот образом. Вектор, дающий нам угол поворота. Сейчас на рисунке покажу, где он. На R и T. Вот это вот превращение может быть записано таким образом. Это нужно вспоминать геометру аналитическую. Где дельта альфа векторная. Да и мы в анализе тоже, по-моему, такие вещи рассмотрим. То есть дельта альфа векторная – это вектор, определенный вот таким образом. N показывает нам направление оси поворота. N показывает направление оси поворота. Это единичный вектор вдоль оси поворота. Единичный вектор вдоль оси поворота. Ну, а дельта альфа – это угол. Дельта альфа – это угол. В принципе, можно даже это более-менее тщательно показать. Более-менее тщательно показать. Попытаться через синус и тангенсы углов, через третометрию, пытаться построить, поскольку у нас здесь получается равнобедренный треугольник. Но особенность в том, что у него бесконечно малая сторона. Дельта R – бесконечно малая сторона. И здесь у нас, скажем так, оба угла между дельта R и R и T или R штрих фактически прямые. Фактически они прямые, хотя это странно звучит, что у нас два прямых угла, треугольники на плоскости. Но они, скажем так, отличаются от прямого на бесконечно малую величину. На бесконечно малую величину. И поэтому мы можем спокойно записать, что у нас дельта R – это есть R на синус угла. R на синус угла. Так, R на синус угла. Ну и да, соответственно, при малом значении угла мы можем вообще переписать через векторное произведение. В общем, через векторное произведение, через геометрию можно эту формулу точно вывести. Она достаточно общо выводится. Ни к чему не тратить время. Вот, N – единичный вектор вдоль си поворота. Ну и давайте посмотрим условия функции Лагранжа. Условия для изменения функции Лагранжа. Условия для изменения функции Лагранжа. То есть у нас… Мы повернули R и T. У нас при этом поменяются не только векторы, у нас скорости тоже плывут. У нас здесь все поплыет сейчас. У нас дельта L должно быть равно нулю. Но с другой стороны, у нас поскольку поменялись и векторы, и скорости, и векторы и скорости, у нас нужно записать двойную сумму, точнее два слагаемых при решении функции Лагранжа. Вот так вот на дельта V и T. То есть означает, что у нас и скорости, и координаты поменялись. И R и T, и V и T. Просто потому, что вектор другого направления, вектор направленный в другую сторону, это уже неравный исходному вектору. В отличие от случая с параллельным переносом, где все было просто. В отличие от случая с параллельным переносом, у нас все немножко усложняется. Ну, поскольку скорость – это dR по dT, dR по dT, мы можем дельта V переписать. как d по dT от дельта R и T. Поскольку у нас производная по времени здесь, мы предполагаем, что со временем ничего страшного не происходит при поворотах, никак оно себя под другом вести не начинает, и поэтому изменений не происходит. По временной зависимости функции Лагранжа, вся изменения сидит только в скоростях и кардинатах. Дельта V мы переписываем как производное от превращения скорости, а угол дельта альфа – это у нас постоянная величина. Давайте мы теперь дельта альфу, вернее, дельта R распишем, вот как это векторное произведение в этих выражениях. Что у нас получается? Что у нас получается? Так, 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 так. Ну, собственно, что думать-то? Тут все довольно просто. dL по dR и T. Так, dL по dR и T. Ну, ладно, сначала подставлю, потом замена еще. Можно было еще одну строчку словами, еще одну операцию словами проговорить, а потом уже сделать, скажем, чуть-чуть сократить запись. Так, по dV и T на dP dt от дельта R и T. Так, тут везде скалярные произведения, их лучше не терять. Вот эту вот производную заменим из уравнения Лагранжа. То есть из уравнения Лагранжа как на предыдущем, опять же, на предыдущей теореме мы заменяли dL по dR на dP dt. Мы можем здесь записать dP dt от dL по dV и T. Радиент по компонентам скорости. В итоге у нас получается сумма по i. Давайте суммы объединим. Первое слагаемое в этой сумме dL по dV и T сделали замену из уравнения Лагранжа. Домножается на дельта R. Домножается на дельта R, но давайте дельта R пока не будем расписывать, пока оставим. И второе слагаемое dL по dV плюс dL по dV и T это V, это не R на dP dt дельта R и T. Производная первого сомножителя на второй плюс первый сомножитель на производную второго. У нас получилось здесь производная по времени от произведения dL, dV, dR. Просто напрямую возникла формула производной произведения и мы поэтому можем записать вот таким вот образом. dP dt dP dt причем сумму в дальнейшем мы можем сумму и производную по времени еще переставить, потому что у нас опять же число частиц в системе и их нумерация не изменяется. У нас возникает вот такая величина. и давайте мы теперь дельта R распишем через векторное произведение. Дельта альфа на R и T. Возникает вот такая некая конструкция. Возникает такая конструкция. Первым шагом мы можем здесь переставить производную по времени и суммирование, потому что у нас повторюсь, повторюсь, что число частиц в системе, нумерация точек не изменяется. Меняем производную. Меняем и ставим производную и суммирование. А второе, что мы можем сделать, у нас здесь получилось смешанное произведение. Видите, скалярное умножить на векторное. Вот это вот смешанное произведение, оно обладает свойствами некоторыми, которые, может быть, кому-то легче запомнить было через символы девичевиты, кому-то еще по-разному. Можно переписать, например, в индексной записи и убедиться, что мы здесь имеем право циклически переставлять со множителями. Циклически переставлять со множителями. Мы можем переставить дельта альфа вперед, рит на его место, дельта двит на место рит. Дельта альфа, скалярно умноженное на векторное произведение рит на дл по двит. Дл по двит мы выводили, но на прошлом слайде мы использовали определение, это импульс. Это импульс, у нас получается произведение р на п. Момент импульса, отдельные точки. Момент импульса, отдельные точки. Дл по двит. Это дл по двит. И, наконец, поскольку у нас дельта альфа одинаков для всех, мы можем его вынести за знак даже производной. Не только суммы, но и производной. Дельта альфа во времени не изменяется. Мы просто повернули систему на какой-то фиксированный угол и смотрим, что происходит дальше. Получается, модельта альфа можем вытащить за знак производной. Сейчас напишу и пойдем на перерыв. Д по дт от суммы р и т на п и т. Р и т на п и т. И это получается у нас здесь сидит под производной полный момент импульса системы. Полный момент импульса системы. И он равен нулю. Все превращение функции Лагранжа должно быть равным нулю, потому что мы требуем ее неизменности. Это следует, что у нас суммарный момент импульса системы, сумма р и т, п и т, это констант. Получается, что у нас, если у нас пространство изотропное, если у нас изотропное пространство, то в системе сохраняется полный момент импульса всей системы. Как бы мы ее ни крутили, если это не приводит к изменению динамики системы, то это означает, что у нас сохраняется полный момент импульса в этой системе. Сохраняется полный момент импульса. вот такой результат получается финальная теория монетик который из тех которые будем рассматривать и давайте сейчас делаем перерыв давайте делаем перерыв если как раз возникнут какие-то вопросы может быть это время сформулируете здесь он главное с этой вот выкладка немножко громоздкой главное с ней не запутаться и не заплюхаться лишний раз давайте пока отдохнем а вот у нас получается получилось такое соотношение мы видим что если у нас пространство одна изотропная изотропная при поворотах если ничего не изменяется то в системе сохраняется момент импульса сохраняется момент импульса думаю что наверно стоило словами написать на слайде сейчас получается полный момент импульса хотя у нас в заголовке написано но тем не менее сохраняется полный момент импульса однако он может сохраняться опять же не весь он может сохраняться не весь вот если мы зайдем например на предыдущую задачу на предыдущую задачу вот на эту давайте я еще раз нарисую на следующем слайде потому что нам сейчас надо посмотреть нас пару примеров по поводу применения этих теорем у нас вот этот закон среди момента импульса он выведен в общем виде для поворотов относительно любой оси для произвольных поворотов но может быть так что у нас есть изотропность относительно какой-то одной оси получать частный случай частный случай это изотропность вот по отношению к поворотам какой вокруг какой-то оси так вот например опять же та же самая задача которая была вот у нас тут вот плоскость которая создается поле силовое плоскость создает поле силовое поле система координат я рисую на стороне вот у нас тело движется в этом силовом поле так ну и тут местами оси неважно так что у нас получается мы выше показали что у нас здесь сохраняются п x и п y потому что есть однородность по осям x и или сохраняются п x п или так однородность по этим осям но в то же время если мы будем вращать эту систему вдоль и вокруг оси z вокруг оси z у нас тоже ничего не меняться не будет по осям x или и в то же время у нас получается вот именно есть изотропность относительно оси z относительно оси z если мы вращаем систему вокруг оси z у нас ничего не изменяется ничего не изменяется и это означает что у нас можно строго показать можно через врунение на гранжа показать пытаться например можно убедиться в том что у нас сохраняется z компонента момента импульса сохраняется z компонента момента импульса какой буквы обозначен ну пусть будет там z получается z компонента момента импульса вот этой точки отвечающих как раз движению вращению в плоскости x и или она будет сохраняться она отвечает вращению в плоскости x и вращение в руку z получается что в этой системе у нас есть три таких вот частных законно сохранения 3 частных законно сохранения плюс еще закон сохранения энергии если у нас нет переменности во времени вот такой получается пример применение теоременетер вот для такой системы такой системы но и в частности для допустим вот я вот еще на кресле немножко верчусь у меня по идее мог бы сохраняться момент импульса вокруг оси z если бы сам себя сейчас не останавливал вращение а так задал и учишься ну и трение конечно влияет понятно да трение сильно надо кресло смазать по-видимому вот ну и получается движение по осям x и y оно однородно поэтому тоже получается есть три таких вот частных законно сохранения в этой простой системе давайте рассмотрим еще пару примеров на применение теоременетер на построение скажем так на анализ однородности на анализ однородности потому что системы бывают замысловатые системы бывают замысловатые вот кроме вот этой вертикальной плоскости можно рассмотреть следующее еще и еще примеры еще пару примеров на применение теоременетер пример из ландау лифчица кстати говоря можно их там если что-то непонятно говорить что что-то непонятно в сайте в ландау лифчице какое-то издевательство но механика это у него курс который нормально написан поэтому все должно быть достаточно хорошо в 10-томники ландау лифчица есть некоторые тома через которые реально очень тяжело пробираться через которые очень тяжело пробираться но опыт показывает что ландау их не писал его там среди авторов обычно нет есть некоторые тома в которых автором альва давыдовича не было итак еще пара пример давайте мы рассмотрим вот такой плоскость у нас была примером ладно пусть будет нулевым поле бесконечного заряженного цилиндра поле бесконечного заряженного цилиндра поле бесконечно заряженного просто поле бесконечного цилиндра он же допустим можно поставить каритационное поле поле бесконечного цилиндра цилиндра поле бесконечного цилиндра причем неважно мы находимся внутри или вовне главное чтобы не на поверхность его цилиндр предполагается тоже однородным однородным по длине своей чтобы не было никаких казусов с тем что у него словно говоря одна часть потяжелее другая часть полегче вот можем выбрать будет систему координат поскольку цилиндр бесконечный цилиндр бесконечный то у нас движение вдоль оси z здесь ничего не меняет то есть у нас получается движение вдоль z движение вдоль z ничего не меняет это означает что у нас однородность поздать однородность поздать ну или можно сказать что за это у нас циклическая координата циклическая координата и из этого сразу же автоматически делаем вывод основой скотеремых ньютер и на частных их случаях у нас получается сохраняется з-компонента импульса сохраняется з-компонента момента з-компонента импульса очень сразу просто потому что вдоль z у нас никаких изменений не возникает все поле направлено поскольку цилиндр у него все поле будет направлено вдоль радиусе вдоль радиусы он легко 45 когда сил Centers силовое воздействие оказывает на вот допустим 여기-то точка его кружит здесь точка массы сила будет направлена к центру цилиндра если он конечно именно бесконечный и однородный если бесконечный и однородный у этой силы не будет критикальных компонентов Вертикальных компонентов нет, значит сохраняется. Вертикальных сил нет, значит у нас m z с двумя точками равно нулю. Значит импульс вдоль z сохраняется. Вся сила направлена будет только к центру, к центру цилиндра. Вот одно свойство. Второе свойство здесь. Если мы будем вращать систему вокруг оси z, то тоже ничего не изменится. Повороты вокруг z тоже ничего не меняют. Тоже ничего не изменят. Тоже ничего не изменяют. Это означает, что у нас есть изотропность по z. Изотропность по z. Ну и соответственно, как и в задаче выше, у нас сохраняется момент импульса частично. Сохраняется его z-компонент. Изотропность по z. По z. Сохраняется момент импульса вдоль оси z. При этом вдоль оси z, вдоль оси y он сохраняться, конечно же, не обязан. Ну и импульса вдоль оси x, вдоль оси y тоже сохраняться не будет, потому что силовое воздействие, оно вдоль радиуса у нас существует. Цилиндр, поле бесконечного цилиндра, получается силы, только вдоль радиуса. Вот такая простая для анализа задача. То есть можно что-то подобное, наверное, про сферу какую-нибудь сказать, но со сферой не так интересно. Не так интересно. Там только момент импульса сохраняться будет. А движение по осям, оно будет все менять. То есть вот такой, если, не знаю, какой-то пример 1a. Ну давайте на скидку я вот сейчас из головы просто придумал. Ладно, пусть будет под номером 2. Здесь у нас получается нету однородности, нет однородности, потому что как бы мы ни двигались, мы будем, получается, нет однородности пространства. Мы будем либо приближаться, либо удаляться от ее центра вдоль любой оси. И поэтому импульс в этой системе не сохраняется. Импульс точно не сохраняется. Зато есть полная изотропность. Изотропность в любых направлениях. Изотропность в любом направлении. Значит, у нас, получается, сохраняется полный момент импульса. То есть весь вектор момента импульса у нас сохраняется. Вот, не знаю. Планета на орбите, например. Планета на орбите. Вот, пожалуйста, однородности пространства нет, потому что любое приближение, удаление. Есть особая точка в такой системе. Особая точка – это центр этой самой сферы. Центр притягивающей силы. Но зато есть полная изотропность, поэтому момент импульса сохраняется. Если мы запустим тело вокруг этой сферы, и оно будет совершать какое-то капитальное движение, то оно будет совершать в этом сколько угодно долго, пока никаких внешних воздействий на него не будет произведено. Причем, если мы запустим другое тело вдоль какой-нибудь другой орбите, то тоже все будет выполняться точно так же. Вот, если бы сфера вращалась, так поле однородной сферы неподвижной. Если бы сфера вращалась, у нас бы тогда возникло выделенное направление Z, тогда было бы более сложно для анализа. Там бы у нас изотропность произвольная потерялась. У нас бы потерялась произвольная изотропность, и тогда пришлось бы сказать, что у нас сохраняется только момент импульса вдоль вот этой оси, вокруг которой вращается сама сфера. Вот это наблюдается для всяких планетных систем, галактик и, не знаю, даже системы Земля-Луна, Земля-спутники искусственные и так далее. Хотя мы можем вполне запустить искусственный спутник на орбиту, который будет наклонен другим углом, поэтому здесь вращение сферы, скажем так, оно не всегда сильно существенное, поэтому можно учитывать, что изотропность практически в любом направлении есть. Хотя есть, конечно, сложности определенные с этим связаны. Ну и давайте, наверное, вот такой самый хитрый пример из тех, которые обычно приводятся в литературе на анализ однородности изотропности, очень хитрый поле винтовой линии. Он иллюстрирует больше, он несколько, может быть, неоднозначно сложен для понимания, но он иллюстрирует возможность применения теоременетик к более сложным системам и к тому, что у нас сохранятся, не обязательно должны отдельно сохраняться импульс или момент импульса. Могут сохраняться какие-то их комбинации. То есть у нас предполагается, что есть винтовая линия, бесконечная, однородная. Ну, у меня не получилось бесконечной, однородной. С шагом h. Получается вот такая вот бесконечная винтовая линия. И она создает какое-то силовое поле вокруг себя. Понятно, что здесь нет ни нормальной изотропности полноценной, ни нормальной полноценной однородности пространства. Бесконечная, однородная винтовая линия. Она создает какую-то хитрое структуру поля вокруг себя. Я думаю, что посчитать, наверное, такую сдачу руками, наверное, не очень отчислено. Посмотрите, если она, например, линейно заражена, посмотрите, какое будет электрическое поле, но будет, наверное, прикольно. Спиральная структура бесконечная, однородная винтовая линия. Винтовая линия с шагом h. Ну, радиус, в общем-то, не важен. Радиус не важен. Идем. Что у нас здесь получается существенно? Если мы находимся, например, где-то вот здесь, вот по ней, и делаем движение на один оборот и одновременно смещаемся вверх на величину шага. То есть мы, получается, сместились на h с поворотом на 2π одновременно. С поворотом на 2π. Мы сделали полный оборот и одновременно поднялись по этой винтовой линии на один виток. Тогда у нас ничего не изменилось. Ничего не изменилось. В принципе, здесь поворот на 2π, в общем-то, тоже... Поворот на 2π, в общем-то, пожалуй, тоже вроде бы... Да нет, у нас сечение поворота на 2π у нас будет меняться структура поля. Если мы будем просто поворачиваться на 2π в плоскости, то мы будем каждый раз испытывать разные воздействия этой спирали. Поэтому здесь, получается, нет изотропности. Нет изотропности из-за вот этой вот спиральной структуры. Если бы у нас был набор дисков, тогда бы да. Тогда проблемы нет. А вот поскольку это спираль, то у нас нужно поворот сочетать с смещением вдоль оси z. Вот если мы сместились на h с поворотом на 2π, то тогда у нас ничего не изменилось. То есть просто поворот. Простой поворот. Не, скажем так, не отвечает. Условием. Условием теоремы нютер. Так, напишу. Условием теоремы нютер. То есть простой поворот не отвечает у нас непрерывной симметрии. Непрерывной симметрии. Простой поворот. А если поворот со смещением делаем, тогда у нас есть получается однородность. Однородность к... Вот такой двойной процедуре. Однородность к повороту со смещением. Повороту со смещением. Однородность к повороту со смещением. ну и что значит у нас давайте пробуем получить какая величина тут сохраняется какая величина сохраняется если мы сделаем сделать сделали этот поворот со смещением плохо звучит смещением что ж d l с одной стороны это будет ноль потому что увидим что да у нас состояние системы при таком перемещении не поменялась функция лагранжа должна быть инвариантно такому изменению с другой стороны у нас есть изменение по вертикали есть смещение по вертикали и есть смещением по углу давайте пусть будет угол наверное не знаю давайте угол фи напишем вот у нас ось z и вот мы отчитываем относительно координат x и рик отчитываем угол фи плюс до l по дфи на дфи отчитываем угол фи вдоль поворотов и отчитываем z координату ну понятно вдоль спирали что у нас получается мы можем дельта фи выразить через смещение по вертикали потому что спиральная кривая она очень хорошо компания анализу поддается она однородная и в ней все хорошо дельта фи это 2 пи на h на дельта z 2 пи на h на дельта z то есть мы сместились на какой-то уголок маленький и в мире получается если мы делаем полный оборот мы смещаемся на h если мы делаем неполный поворот значит мы смещаемся вот на величину пропорциональную вот этому вот собственно говоря шагу спирали пропорциональную шагу спирали но чуть меньше вот из соотношения углов и шагов у нас получается такая такая формула дельта фи теперь можем заменить на дельта z у нас получается дл по дз плюс так дл по дфи дл по дфи дл по дфи дл по дфи остается 2 пи на h дл по дфи на дельта z и это равно нулю это равно нулю из вравнение лагранжу смотрим что у нас получились за производные такие скобка получается должна быть равна нулю мы знаем что дл по дз из уравнения лагранжа дп дт от дл по дз с точкой это дп дт от зетовой компоненты импульса и угловая производная производная по угловой переменной тоже из уравнение лагранжа следует что это у нас дп дт от дл по дфи с точкой дл по дфи с точкой это момент импульса можно убедиться в этом просто ну хотя бы из размерности дл по дфи с точкой это получается дп дт от зет компоненты момента импульса ну потому что вдоль и сезет вокруг сезет вернее совершается поворот получаем в этом примере получаем здесь что получаем что у нас сохраняется вот такая величина дп дт pz плюс 2 пина h ой извините мне тут квантер механики повеяло 2 пина h mz равно 0 получается что сохраняется вот такая вот комбинация импульса и момента импульса вот эта величина сохраняется в поле видовой линии вот такая немножко замысловатая такой немножко замысловатый в чем-то результат немножко замысловатый в чем-то результат такие его особенности вот такие получаются примеры на применение теория монетер давайте надо оставить вот этот все-таки наверно примеры на применение теория монетер то есть получается мы можем заранее проанализировав свойства системы посмотрев какая у нас система как она устроена какие у нее есть симметрии мы можем исходя из этого построить предположить за некоторые законы сохранения которые нам позволят в принципе перспективе законы сохранения они позволяют нам убавить уменьшить число неизвестных уравнениях в общем так понизить порядок системы уравнений описывающих систему потому что каждый закон сохранения каждый закон сохранения это некоторая неопределенная константа в решении в общем решения системы div уравнение описывающих систему если мы знаем чем больше мыicking стан знаем, тем меньше уравнений нам нужно решать. Вводя некоторые переменные, мы, вернее, предполагая некоторые, вводя вот эти вот самые симметрии, анализируя симметрии и вводя закон о сохранении, мы можем сокращать число неизвестных и уменьшать порядок системы диффуравнений, описывающих хроническую систему. Глобально смысл у всего это вот такой. Мы можем, используя закон о сохранении, можем попросту заменять некоторые дифференциальные уравнения в системе на другие, возможно, более простые, либо просто меньшего порядка. И в итоге это нам облегчает анализ задачи, облегчает анализ системы. Вот такой общий смысл и общая идея применимости всех этих теоременетиков. Не просто какие-то фундаментальные свойства, они еще имеют довольно серьезную прикладное обозначение с точки зрения, скажем так, экономии вычислений, с точки зрения экономии вычислений. Ну, на практиках мы применять, конечно, их особо не будем, на практиках применять их особо не будем, но вот дальше отсылки на них все равно будут по материалу, так что не удивляйтесь и старайтесь иметь в виду, что самое главное, если у нас есть какая-то система однородности или изотропность, это приводит к тому, что обязан быть некоторый закон сохранения. Не более того. Вот. Давайте теперь перейдем к следующему кусочку. К следующему кусочку. Нельзя сказать, что он сильно длинный. У нас сейчас будет больше, наверное, по сути дела, мы, можно сказать, завершили большой кусок логранжевого формализма, и дальше у нас пойдут некоторые частные подзадачи, частные подразделы, анализ которых будет базироваться на формализме логранжевого. Анализ которых будет базироваться на формализме логранжевого. Сегодня давайте мы начнем, я прямо так скажу, с места карьер, без паузы, без ничего, без подготовки. Давайте мы сегодня рассмотрим вот еще такой вопрос. Общее свойство одномерного движения. Общее свойство одномерного движения. Одномерное движение чем хорошо? Очень простое для анализа. Там одна координата. Одна координата, по сути дела, одно уравнение дифференциальное должно быть. Не нужно рассматривать систему, достаточно рассмотреть одно уравнение. Общее свойство одномерного движения. Система с одной степенью свободы. Рассматриваем систему с одной степенью свободы. С одной степенью свободы. И тогда мы можем функцию Лагранжа этой системы записать следующим образом. Функция Лагранжа. Такую систему. Это похоже больше на анализ на практике, нежели на фиксированную часть. Давайте напишем его в таком виде, как будто бы через декартовую координату, хотя на самом деле нам здесь ничто не запишет предполагать, что, например, x это угол, а m это момент инерции. Мы его запишем в таком общенном виде. m это может быть момент инерции, x это может быть угловая переменная, например, для математического маятника, то есть этот результат не распространяется только на движение, скажем так, в декартовых координатах вдоль одной оси. Только какой-то одной оси. Вот функция Лагранжа вот такая. Мы полагаем дополнительно, что у нас нету не стационарных внешних полей, получается в отсутствии стационарных внешних полей, в отсутствие переменных или не стационарных полей L будет зависеть только от x и от x с точкой. L зависит только от x и от x с точкой, это означает, что у нас выполняется закон сохранения энергии, сохраняется энергия. Ну, то есть предполагаем заранее однородность времени, однородность времени для этой задачи, сохраняется энергия. То есть у нас нету внешнего силового воздействия какого-то на систему, нету там колебаний точки подвеса у маятника, нет ничего такого. Просто система сама по себе без внешних переменных воздействий. Постоянное внешнее поле может присутствовать, например, поле силы тяжести MGH, социальная энергия, она от времени не зависит. Итак, что у нас получается? У нас есть, сохраняется энергия, сохраняется энергия, и давайте мы вот эту самую энергию используем как базу для задания, ну скажем, для задания уравнения движения. То есть мы здесь, конечно, сейчас могли бы записать уравнение Лагранжа, вот у нас получится MX с двумя точками равно градиенту силы, ну градиенту UDU по DX, получилось бы обычное уравнение Ньютона. Обычное уравнение Ньютона. Мы же пойдем немного другим путем. Вот пусть у нас энергия равна E, пусть энергия равна E, полная энергия, и она у нас является постоянной величиной. Она является постоянной величиной, раз она сохраняется. Давайте мы ее запишем. То есть мы задаем энергию изначально. В качестве начального условия мы рассматриваем именно здесь, по сути дела, величину E в качестве одного из начальных условий сдачи. Давайте мы ее запишем. Запишем ее через X. Ну, все понятно, что полная энергия, это у нас кинетическая плюс потенциальная. Противоположность функции Лагранжа, которая кинетическая, минус потенциальная. Мы что получаем? Получаем MX с точкой в квадрате пополам плюс U от X. E задано, E известная величина. И у нас оказывается, фактически, мы можем смотреть на вот это вот соотношение как на дифференциальное уравнение. Получили обыкновенное дифференциальное уравнение для X от T. И вот видите, оказывается, заодно пример применения уравнения закона сохранения. Мы предположили, что у нас есть одна известная величина, и у нас сразу понизился порядок задачи. Если бы мы писали уравнение Ньютона, здесь было бы MX с двумя точками минус градиент U. Это было бы уравнение второго порядка задача с уравнением второго порядка, а здесь получилось ADU первого порядка. То есть порядок получается. Порядок понижен, так как задали E. Задали E. Заданная энергия, она берет на себя роль одной из неизвестных постоянных в решении задачи. В решении задачи. То есть у нас в колебаниях было бы, если бы мы решили уравнение колебаний, Ньютоновской. У нас там получилось бы решением, например, A на синус XT, A на синус омега T плюс B на косинус омега T. И две неизвестных константы A и B. Вот. Заданием энергии, полной энергии системы, мы одну из этих констант A и B по сути дела определяем. Она нам заменяет собой одну из этих констант, вернее, дает некоторую комбинацию, через которую выражаются эти константы, связываются друг с другом, и у нас получается только одна неизвестная константа в уравнении в результате. А вторая у нас уходит, подменяется переменной, вернее, заданной энергии E. Заданной энергии E. Давайте мы это уравнение сейчас проанализируем. Попробуем его решить. Посмотрим, что получилось за уравнение. Что у нас получается? Ну, проинтерируем, скажем, это уравнение сейчас. Так как задали E. Задание каждого, каждой сохраняющейся величины нам экономит одну единицу в порядке задач. В порядке задач. То есть, в принципе, если у нас в системе, если мы знаем, что у нас движение двумерное, допустим, двумерное, и мы... Ой, двумерное, одномерное. Если у нас движение одномерное, порядок второй, если мы задаем, допустим, энергию и момент импульса, то у нас задача вообще сводится к алгебраической. Потому что у нас есть две константы, значит, мы можем два порядка из дифура выбросить. Надо только правильно преобразовать задачу, чтобы у нас получилось в итоге не дифференциальное уровень, а алгебраическое. Мы этим самим будем заниматься, когда будем описывать законы Кеплера. Примерно таким путем мы идем. А сейчас давайте запишем, ну, вот это самое дифференциальное уровень, давайте мы его все-таки решим. У нас получается, что у нас есть mx с двумя точками, mx с точкой в квадрате равно 2e минус u от x. На массу можно, конечно, поделить сразу тоже. Ну, давайте запишу dx по dt. dx по dt равно плюс-минус корень 2 массы e минус u от x. Формально это уравнение, исходяющиеся переменными. Есть две ветки решения, отвечающие фактически разному направлению времени. разному направлению времени давать, и мы ограничимся только плюсовой веткой. Органичимся только плюсовой, потому что они на самом деле равноправны между собой. Они здесь равноправны, у нас тут нет акмодинамик, у нас механика. То есть плюс-минус определяет направление хода времени. Выберем знак «плюс» для определенности. Если взяли знак «минус», то у нас получилось бы, ну, мы как будто бы время отразили. Просто отразили время, а поведение системы от этого бы не поменялось. У нас все равно от времени задача, она однородна по времени. Просто будет отражение. Майтик колебался вот так, мы будем видеть, что он вот так вот в другую сторону пошел. Все. Не более того. Выберем знак «плюс» и приинтегрируем это уравнение. Будем интегрировать, но у нас получается уравнение соединяющимися переменными. Уравнение соединяющимися переменными. Мы подобным подходом уже что-то, наверное, делали. Когда мы решали некоторые задачи на практике, мы получали, с одной стороны, когда мы считали время движения в разных задачах, мы получали, с одной стороны, интеграл от dt, а с другой стороны, интеграл от непонятной сложной функции от x. Здесь у нас функция от x, более того, она не задана в общем виде. Мы пишем решение в общем виде. У нас u от x – это общая функция. Но это все равно уравнение соединяющимися переменными. И его решение можно представить в следующем виде. t плюс t нулевое интеграл по времени равен интегралу от dx корень из 2 делить на массу e минус u от x. e минус u от x. Вот такое получается у нас решение этого уравнения. Понятно, что он записан в виде интеграла. То есть это не доведенное, скажем так, до конца решение, но это то, что называется решением в квадратурах. Решение в квадратурах. В принципе, поскольку интеграл анализируется легче, чем дифференциальное уравнение, решение в квадратурах нам часто хватает для того, чтобы сделать какие-то глубокие заключения по свойствам системы. в отличие от анализа диффуров, потому что с диффурами все сложнее. Напрямую с диффурами мы можем максимум... Мы их линеризовать можем, а с интегралом мы можем много чего еще проанализировать. У нас получается мы... Общий такой вывод, который можно сделать. Задача в одномерном движении. Об одномерном движении. Имеет общее решение в квадратурах. Все, что здесь нужно сделать, это задать функцию потенциальной энергии. И все. Задали функцию потенциальной энергии, взяли интеграл, если он, конечно, берется после этого. И формально мы задачу решили. Получили зависимость t от x. t от x – это обратная функция к траектории. У нас есть общее решение в квадратурах. Но у нас есть некоторые свойства, некоторые общие свойства одномерного движения, которые тоже надо прокомментировать. Но так, время немножко есть. Давайте, наверное, успею. Чуть-чуть. У нас получается всегда есть общее решение. Можно выделить еще некоторые важные свойства, важные свойства, важные моменты. У нас вот в записи для энергии, в записи для энергии, вот у нас выполняется e, mx точка квадрата плюс u от x. Это уже не имеет отношения к предыдущему кусочку. Это уже следующий, скажем так, подраздел вот этой задачи. Посмотрим, что у нас здесь есть. Вот эта вот величина кинетической энергии, она всегда больше либо равна нулю. Она больше либо равна нулю. Из этого следует, что у нас всегда должно выполняться условие, что e должно быть больше либо равно u от x. У нас, получается, есть жесткие ограничения на возможность движения системы. У нас есть ограничения на движение. Ну или в другим самым доступную область. Доступную системе область. Она не может забраться в точку, в которую у вас потенциальная энергия будет больше, чем полная. Не сможет добраться, если ее, конечно, не подопнуть. Но это вам увеличит полную энергию. Система, получается, не может попасть в области, где потенциальная энергия больше полной. Система не может где u больше e. Потому что здесь не квантовая физика, здесь классическая, поэтому она никуда попасть не может. В итоге отсюда у нас разделяется, исходя из этого, выделяется два класса движений. Если у нас есть вот стандартная такая картинка для потенциала, вот у нас потенциал u от x, x, и задана энергия e, равная вот этой величине. Вот в этом потенциале такой иллюстративный пример, очень заезженный, но очень популярный, потому что в нем все очень хорошо. У нас получается вот на этой иллюстрации здесь возможны движения в двух областях. при такой энергии. Возможные движения в принципе вам это и на опытах, наверное, на опытах на механике должны были показывать в областях x1, x2 и x3 плюс бесконечность. Ограниченное движение и неограниченное. Ограниченное движение называется фенитным. Ограниченное движение принято называть фенитным движением, ну, собственно, такая калька с английского языка. фенитное движение это, соответственно, наоборот инфинитное. Терминология, она прижилась и позволяет немножко как-то ну, компактнее, что ли, высказываться. фенитное движение, инфинитное движение. Если мы поднимем энергию E больше, чем барьер между x2 и x3, то у нас будет инфинитное движение во всей области. Будет инфинитное движение во всей области. Точки x1, x2, x3 называются точками остановки. x1, x2, x3 это точки остановки, потому что в них кинетическая энергия обращается в ноль. Или точки поворота. Точки остановки, точки поворота. Поворота. в них кинетическая энергия равна нулю. В них кинетическая энергия обращается в ноль. Ну, а даются они решением уравнения E равно u от x. Даются уравнением E равно u от x. Вот такие общие какие-то свойства. И самое, пожалуй, существенное, что у нас любому финитному движению соответствует какой-то колебательный процесс. Любому финитному движению соответствуют колебания. Ну, а период колебаний выведем уже в следующий раз. Любому финитному движению отвечают некоторые колебания. т.е. у нас точка из x1 движется, достигает x2, потом возвращается обратно и так далее. Всегда. Вот это важное свойство, что отличает финитное и инфинитное движение с точки зрения механической. Инфинитное движение, оно не колебательное, не колебательное, оно монотонное, что у нас точка может либо прийти из бесконечности в x3, и уйти обратно и больше никогда не вернуться, либо просто пойти сразу из x3 бесконечности, мы ее тоже больше никогда не увидим. А при движении между x1 и x2 точка будет совершать колебания в потенциальной яме и более, скажем так, никуда она из этой ямы у нас не выскорит. Вот такие вот так вот коротко вот это вот основные свойства одномеганого движения. Можно восстановить период этих колебаний по потенциальной энергии, но этим давайте займемся в следующий раз. Сегодня давайте разбегаться. Пара закончилась по времени. Вот, если какие-то вопросы есть, то, пожалуйста, спрашивайте.